Сегодня посмотрим самый продаваемый автомобиль в Германии, Volkswagen Golf 4. Клиенту понравилось это объявление, он скинул ссылочку. И Александр, наш автоподборщик в Литве, выехал на место осмотреть автомобиль, проверить в каком он реально состоянии. Смотрим, значит, машина 2003 года выпуска, мотор 1.4 бензин, пробега заявлено 160 тысяч, без дефектов. В объявлении указана цена 1350 евро, ну цена завышена с учетом торга, конечно же. Ну и не забудьте подписаться, поставить палец вверх и колокольчик, чтобы всегда оставаться с нами на связи. Поехали смотреть. Так, приехали к частному продавцу посмотреть этот гольф. Так, посолон. Здесь надо будет. По салончику. Ну, такой нужно почистить. А так, а так, тут целое все. Руль слегка потерт. Ручка передач слегка потертая. Это просто гольф, я беру папину, понимаете? У меня нет ленты, ничего, даже без видео, без ничего. Я вообще сейчас, если все нормально, то я прямо сейчас я заберу его. И лафет, и он снова едет на Украину. Такой гольф. Весь в снегу. Ну, завелся неплохо. Посторонних звуков нет. Ну, в принципе, ровненький такой гольф. Ну, перейдут и весь по кругу. Ну, как бы для 2003 года это не страшно. Шпаклевки нету на нем. Пороги целые. Арки тоже целые. Здесь имеется небольшое... На арке вот здесь сейчас видно, не видно. Небольшое совсем вздутие, но никакая не сквозная грозия. Тут просто в одном месте. Резина, резина зимняя, но не очень уже. Так. Салончик нужно почистить. Здесь у нас двери целые. Салон, как бы, нерваный, не драный, но почистить нужно его. Здесь по дверям смотрим. Тоже, в принципе, коррозии нету. Пороги целые. Здесь на арке имеется небольшая примятость. Видно или не видно, не знаю. Но незначительная. Просто чуть лохнуто. Арки целые. С этой стороны тоже. Работает хорошо вроде бы. Сейчас откроем капот ему. С этой стороны у нас тоже ржавчины нету на арках нигде. Пороги. Тоже кручен в состоянии. Но он перебутый. Сейчас. Здесь покажу. Тоже целые арки. Здесь нету никаких. Даже вздутий нету. Крылья никто не крутил. Целые болты. Потеков масла я не вижу. С этой стороны тоже у нас толпы целые стоят. Никто не крутил. И капот тоже никто не крутил, не снимал, не видно, наверное, по болтам. Здесь у нас ржавчины нету. Подтеков масла я не вижу. Завелся он хорошо, хоть и стоял на морозе. Здесь чисто. Здесь нет никакой эмульсии посторонней. Дым не выходит. Это очень хорошо. Нормально. Здесь тоже у нас нету никаких примесей. Нормально. Засол чистый. Без всякого масла. Без всякого мусора. Все здесь чисто. Пока замечаний пока нету. Сейчас мы всю эту информацию предоставим нашему клиенту. Так. Жидкость. Тормозная жидкость в норме тоже вижу. Это минимальный уровень, но бачок не пустой. Работает мотор устойчиво. Его не кресет. Не колбасит. Стыканы у нас тоже целые, не ржавые. Один. Второй тоже. Ну, как бы неплохой Вольф для 2003 года. Ну, то, что он перейдутый полностью по кругу, покрашен, так это, ну, как бы я считаю, что ничего страшного. Потому что машина уже через два года ей будет 20 лет. То есть, просто может кто-то освежил, покрасил, но шпаклевки нигде нету. Как бы живой, ровненький, аккуратный Гольф. Неплохо выглядит. Ну, весь ровненький. Сейчас сделаем тест-драйв автомобиля. Теперь посмотрим по технике, как он себя будет вести. Сейчас нужно будет отъехать, чтобы прокатиться. Так. Ну, в общем, в общем, такой Вольфик. В общем, такой Вольфик. И так, друзья, был сделан тест-драйв этого автомобиля. Сейчас узнаем у коллеги, что он заметил, что не заметил. И предоставим информацию нашему заказчику. Если его все будет устраивать, то, как говорится, будем брать. Какой автомобиль. Ну, я вам скажу симпатик. Мне нравится. Пока нравится. Ну, в общем, у коллеги, коллеги понравилась машина по ходовой, техническая часть, как бы. Вопроса у него не возникло. Будем теперь разговаривать дальше с нашим заказчиком.